Здравствуйте, Петр Александрович. Как самочувствие? Бодрое. Спасибо. Присаживайтесь. Поздравляю по мне. Поздравляю вас. Петр Александрович стал беспокоиться о своем здоровье еще пару недель назад. Постоянно держалось повышенное артериальное давление. Пациент признается, прийти в норму помогали таблетки, однако они давали лишь временный эффект. А когда появилась резкая боль в груди, то сомнений, что придется обратиться в больницу, уже не осталось. Врачи диагностировали у мужчины инфаркт и провели экстренную операцию. Сейчас здоровью Петра Александровича ничего не угрожает. Он готовится вернуться домой. Надо вовремя обращаться, не запускать это дело. Чувствуешь себя нехорошо. Для этого и существуют врачи, чтобы тебе помочь. И не заниматься самолечением, потому что, например, в кардиологии, кроме них, никто не сведущий. Оксана Эминова – лечащий врач. Обязанностей много, признается специалист. Важно следить за тем, чтобы пациенты не забывали принимать лекарства, а иногда проводить профилактические беседы. Пока вот при свидетелях постарайтесь просить курить. Да, очень надо постараться, потому что сосуды не есть идеальные, поэтому в дальнейшем может опять же возникнуть инфаркт, тромбозы различные. Да и о процедурах будет напомнить не лишним. Перед выпиской – контрольное ЭКГ. Это одно из самых простых и доступных тестирований. К пациенту подключают специальный прибор. И уже через пять минут врач сможет увидеть, как работает сердце больного. Сердечно-сосудистые заболевания нарушают кровоток в артериях, которые снабжают кровью сердца. В группе риска – пациенты с плохой наследственностью, имеющие лишний вес и вредные привычки. Недуг легко распознать. Держение за грудиной, которое усилится при нагрузке, давящей боли, чувство дискомфорта, дышка. Пациент сразу ощущает, что он уже не как раньше ведет себя, то есть образ жизни у него как бы нарушается, он уже не может делать повседневные вещи. И тогда сразу надо экстренно или вызывать скорую помощь, или обращаться к своему терапевту. Специалисты проведут обследование и подберут тактику лечения. От степени тяжести клинической картины будет зависеть, потребуется операция или же достаточно будет лекарственной терапии. Врачи напоминают, ежегодно следует проходить диспансеризацию и внимательно прислушиваться к состоянию своего организма. Ксения Баканова, Игорь Казановский, События.